криптовалюта хэштрейт обзор прогноз и руководство инвестора месяц назад в сообществе впервые серьезно заговорили о криптовалюте хэштрейт. Неожиданно для всех малоизвестный альткоин подскочил в цене и ворвался в топ-50 рыночной капитализации. И хоть сейчас стоимость упала, инвесторы начали задумываться о добавлении актива в криптопортфель. Но стоит ли закупать его прямо сейчас? Что собой представляет криптовалюта хэштрейт? Имеет ли шансы закрепиться на рынке? Ответы в этой статье. Хэштрейт – умная платформа прогнозирования. Или, как заявляют разработчики из сингапурской компании Рублекс, блокчейн – сеть социального трейдинга. Их задумка предельно проста. Опытные трейдеры предполагают рост или падение стоимости активов. Рядовые участники их предложения покупают. Прогнозы могут касаться фиатных и цифровых валют, ценных бумаг, акций и других рыночных активов. Идея не нова, но в интерпретации Рублекс получила несколько важных дополнений. Во-первых, трейдеры сами устанавливают стоимость своего интеллектуального труда. Во-вторых, участники сети финансово защищены от получения неподтвердившейся информации. Посмотрим, как это работает. Пользователи регистрируются на официальном сайте hedgetrade.com и пополняют счет внутренними токенами Hedge. Их можно купить в личном кабинете за биткоины или на криптовалютной бирже. Через программу Blueprint трейдер создает прогноз события, задает сроки его выполнения и выставляет стоимость в Hedge. Программа автоматически запускает смарт-контракт, контролирующий процесс сделки и защищающий авторские права трейдера. Когда событие появляется в сети, другие участники могут разморозить его, заплатив обозначенную сумму. Как только срок события закончился, встроенный оракул начинает проверку достоверности. Если прогноз подтвердился, трейдер получает внесенные пользователями деньги. В противном случае средства возвращаются плательщикам. Интерфейс платформы максимально прост и адаптируется под различные устройства, ПК, планшеты, смартфоны. Операции выполняются простым нажатием кнопки, смарт-контракты проходят, без задержек, результаты событий проверяются за считанные секунды. Единственный момент, платформа не является брокером, поэтому торговать активами на ней нельзя. Начинающий инвестор может воспользоваться платной помощью опытных коллег, но проводить сделки должен на криптовалютных биржах или других торговых площадках. Для системных расчетов используется исключительно токен-хедж. Именно он представляет интерес для инвесторов, которые хотят зарабатывать на волатильности активов, а не на предсказании рыночных событий. Мало кто знает, но проект стартовал еще в 2017 году. Именно тогда состоялась ICO, в ходе которого разработчики продали 30 миллионов токенов на сумму около 15 миллионов долларов. Ранним инвесторам начисляли бонусные монеты. Сначала по 15% от объема покупки, а затем по 3%. Суммарная эмиссия составляет 1 миллиард хедж. Сейчас в обороте находится 288 миллионов монет. Периодически разработчики проводят бесплатные раздачи. Последнее состоялось в мае этого года. Чтобы не пропустить новые аирдропы, следите за социальными сетями проекта. Альткоин использует POS-алгоритм, поэтому традиционный майнинг невозможен. Механизмы стейкинга еще не разработаны и даже не анонсированы, поэтому остается лишь покупать монеты. Сейчас криптовалюта представлена лишь на четырех биржах Cointigr, TIX, Bittrex, CoinExchange. За исключением Bittrex, площадки малоизвестны и не очень популярны, а для регистрации необходимо пройти кьюз-верификацию, которая недоступна большинству жителей СНГ. С хранением активов дела обстоят лучше. Хедж токен стандарта ERC20, а значит, его можно держать на MyAzerWallet, MetaMax, Rezors, Ledger Nano, ESS и других популярных криптокошельках. Как и почему менялись рыночные показатели хедж? В ходе ICO стоимость токена составляла 0,5$. На рынке он появился спустя два года, январе 2019 и стоил уже 0,14$, а к концу месяца упал до 0,11$. Из-за отсутствия маркетинговой кампании выпуск новой криптовалюты оказался практически незамеченным. К тому же рынок еще не вышел из-за тянувшегося медвежьего тренда, и у неизвестного альткоина не было шансов привлечь внимания. Лишь в марте на фоне добавления в листинг нескольких бирж стоимость выросла до 0,35$, а капитализация составила 24 млн. Но последовавшая коррекция срезала котировки, и до конца весны курс колебался в диапазоне 0,06$-0,1$. Зато летом началась череда подъемов и спадов, продолжающаяся до сих пор. На протяжении последних трех месяцев наблюдалась интересная закономерность. Перед достижением очередного пика курс несколько раз поднимался на 10-20%, а затем терял около 5%. Повторял цикл несколько раз и лишь тогда достигал максимального значения. При этом каждый этап мог затянуться на несколько дней, а то и недель. Этот момент крайне важен для инвесторов, которые хотят выбрать оптимальное время для покупки и продажи актива. Исторический максимум цены 1,08$ был зафиксирован 29 августа. С тех пор курс снизился, но значит ли это, что инвесторам пока скупать монеты? Криптовалюта, хедж трейд. Плюсы, минусы, перспективы. Несмотря на молодость альткоина, его главные преимущества уже очевидны. К сожалению, пока что их всего два. Перспективная ниша. Целевая аудитория проекта. Новички, мечтающие зарабатывать на криптовалюте. И опытные трейдеры, которые хотят монетизировать свои знания. То есть потенциальных клиентов платформы очень много. Быстро растущая капитализация. Всего за 8 месяцев монета выбилась в топ-30 по капитализации и обогнала более известные альткоины. В нее активно вкладывают деньги, а значит интерес к проекту есть, и он растет. А вот недостатков как минимум 5. Малоизвестная команда. Компания Rublex, как и член ее команды, абсолютный, но не нейм криптосообществе. Кроме того, разработчики долгое время не представляли white paper, а дорожной карты нет до сих пор. Как нет новостей о проекте и программных обновлений в депозитарии GitHub. Закрытость проекта. Несколько месяцев на сайте не работает форма регистрации. Новичкам предлагают оставить адрес электронной почты и ждать обратной связи. Когда возобновится регистрация, неизвестно. Высокие комиссионные сборы. Трейдер, событие которого подтвердилось, получает лишь половину средств, уплоченных другими участниками за доступ к данным. Вторую половину автоматически забирает в систему. Более того, если он сделал правильный прогноз, но его никто не купил, платформа забирает 5% выставленной суммы в качестве компенсации. Что касается возврата денег при не сбывшемся событии. Система и тут забирает 50% комиссионных. Получается, финансовая защищенность обычных пользователей сильно преувеличена. Если оплаченные события не произошло, они теряют половину денег. Такая политика не способствует росту интереса к платформе. Подозрительная ценовая динамика. С момента проведения ICO и до выхода на рынок Токел потерял почти 80% стоимости, а летом неожиданно начал расти. При этом объективных предпосылок для ценовых скачков не наблюдалось. Неудивительно, что многие подозревают разработчиков в искусственном манипулировании курсом. Слабая биржевая торговля. Четыре торговые площадки слишком мало для альткоина, которому пошел 9 месяц. Крупные биржи не спешат добавлять хэтч в листинг. Так стоит ли инвестировать в криптовалюту хэштрейд? Однозначный ответ дать сложно. Сейчас ценовые скачки не поддаются логике. Обоснованный рост начнется лишь при соблюдении целого ряда условий. Добавление в листинг известных бирж. Выпуск и выполнение дорожной карты. Возобновление регистрации на сайте. Проведение масштабной рекламной кампании для большого охвата аудитории. Активизация новостного фона проекта. Пока условия не выполняются, рассчитывать на рост котировок не стоит. Какую же стратегию выбрать инвесторов? Есть три варианта. Не работать с хэтчтрейд, пока ситуация не станет более определенной. Выделить под хэтч до 10% криптовалютного портфеля. Держать активы на долгосрок и ждать, пока сработают факторы роста, описанные выше. Зарабатывать на кратковременных скачках курса, помни о специфическом поведении графика перед подъемом. Опытные инвесторы могут зарабатывать хэтч, делая собственные прогнозы и обменивать монеты на другие активы. Но в этом случае стоит сопоставить возможный заработок с риском ухода в минус.